Иркутская университета Когда я поступал учиться в университет, в университете тогда было максимум 10 докторов наук, максимум. Я даже их могу перечислить, что называется по именам. На химическом факультете было два профессора. На физико-математическом в том году было один профессор. Сегодня на кафедре физической химии, на которой я проработал 50 лет почти, работает 8 докторов наук. Только на одной кафедре. И первое, что я помню, когда я вошел в коллектив исторического факультета, это блестящие предприятия преподавателей факультета, которые были участниками Великой Отечественной войны. Они никогда не афишировали свое участие в этом деле. Тем более, это были рядовые участники, но именно те рядовые участники, которые в этой войне выигрывали. И были рядовые участники очень скромными, но прекрасными коллегами. И несомненно, среди них были и льда военно-центр, но и были выдающиеся ученые. Я бы отметил только двух участников войны в связи с этим. Это выдающиеся дикопрестоведы и исследователи общественного движения в Сибири Семена Федоровича Коваля. Не только участник, но и его ряды Великой Отечественной войны. Командиром пулеметового расчета. Я помню Евгения Васильевича Алтунина, 16-летнего автоматчика, который добровольцем ушел на фронт и попал как раз на Малую Землю. У него и были соответствующие награды за участие в боях на Малой Земле. Я также помню и еще блестящих профессоров, учеником которых я являлся и являюсь. Это прежде всего Федор Александрович Кудряцев, великолепный сибиревед, патриарх сибирской историографии. Мой научный руководитель, царство, как говорится, его небесное. И несомненного интеллигента, блестящего профессора Сергея Владимировича Шестаковича. И Федор Александрович, и Сергей Владимирович олицебляли традиции великой русской профессории. Они не стеснялись прочитать стихи его революции на французском языке и что-то там еще. Были настоящими куперами студенчества. Выпускники университета Лампелова. От Марка Сергеева, родная Шахунаева, Арнольда Харитонова. Вот подборка этих воспоминаний. Создал факультет, я не побоюсь этого слова, Владимир Владимирович Васильев. Он всю жизнь мечтал, что в Иркутске будет математический факультет. И всю жизнь проработал здесь. Он закончил аспирантуру, защитился, значит, и он был один из немногих преподавателей, которые не призвали во время войны в армию. Хотя он был готов, все. Они призвали, потому что он был единственный математик со степенью на все наши вузы. И у нас в пору расцвета было 13 кафедр на факультете. В 1957 году поступил в университет. В это время, года через два, начала здесь развиваться уже вычислительная техника. Первая машина появилась. Это как-то стало вдохновлять. Кстати, я сначала, работы были от Владимира Владимировича, этими вещами занимаюсь. Ну, конечно, эта вычислительная техника меня согласнила. Я какое-то время даже программированием слегка занимался. Чтобы была такая математика, действительно, значит, которая охватывает много, надо иметь такое ядро из фанатичных, в общем-то, людей, которые, несмотря ни на какие заплаты, деньги, они все равно этим занимаются. Я тогда хочу вспомнить. Вот мы сейчас сидим в аудитории, а раньше, когда только-только появились компьютерные классы, здесь был первый компьютерный класс. И стояли, значит, такие телевизоры большие, черно-красные такие. И там, значит, жуткая клавиатура была, где практически только латиница и только крупные буквы. И больше ничего. Их, у них там был программист Хавас, он, значит, приезжал в Москву, подарил пленку. Эту пленку потом переписали, мне подарили. Я привез ее, и мы тут сидели вот в этой аудитории, разбирались с этими программами, которые на этой пленке были. И потом взяли и написали свои. После этого, значит, вот этот человек, который был мой аспирантом, Хламов, он подготовил диссертацию, поехали мы ее пробировать в Дубну. Показали, как работают наши эти программы, а не лучше австралийских. Быстрее, у нас машины-то хуже, а скорость вычислений оказалась выше. Руководил этой работой, очень важный, Николай Фомич Лосев, ректор университета. Человек одаренный, прекрасный организатор, четкий руководитель. И работать под его руководством было просто удовольствием. Все, что есть сегодня в университете, создавалось как раз при ректоре Лосеве. Мне кажется, вот нашему поколению, тем, кто учился в конце 70-х, 80-х, безумно повезло. Безумно повезло, потому что такой калейдоскоп, такая плеяда потрясающих преподавателей была в университетские годы. Это еще и такое взросление в хороших стенах, в хорошем микроклимате. А он, безусловно, был. Это то, что потом сделало наше студенческое братство, товарищество. Появлялись новые факультеты, появлялись новые специальности на старых факультетах. То есть университет рос. А потом, ну как вся страна в 90-е годы, сами понимаете. Я считаю, что большая заслуга тех, кто был тогда у руля, когда нечем было платить зарплату преподавателям. Когда преподаватели уходили там, где можно было просто семью прокормить. Потому что преподаватели тогда получали в 90-е годы меньше, чем учителя в школе. Поэтому единая политика развития университета, она отслеживалась. Очень важно было то, что в ректорате не было никакого перетягивания, там, одеяла на себя среди проректоров. Работали как одна команда. Любые вопросы, к чести Александра Ильича, они всегда обсуждались с коллегами. Конечно, принятие решения – это прерогатива ректора, потому что он отвечает за все. Но обсуждались все проблемы. И если у Александра Ильича было какое-то предварительное мнение свое, то он менял под воздействием аргументов, которые предлагали другие люди. Задача университета – это подготовка широкомыслящих, фундаментально подготовленных сотрудников для своей деятельности. Наша главная задача была не обучить конкретным знаниям. А наша задача и сегодня она существует такая. Это фундаментальная подготовка, которая заключается в умении мыслить. Наш университет, наверное, взрослый только в плане фундаментальных ног, это по моему мнению, и в плане великолепных, шикарных традиций, которые стоит продолжать и стоит развивать. Но наш университет настолько молодой. Почему? Потому что каждое поколение студентов, каждое поколение преподавателей желает преподнести такие новинки в наш образовательный процесс, что я считаю, что мы еще молоды, нам развиваться, развивать наше поколение. Мы никогда не состаримся. Наш университет никогда визуально не сможет выглядеть на все 100 лет, потому что мы работаем с молодыми людьми, которым от 17, в частности, и до 22 лет. Ну, иногда просто людям везет, иногда не везет. Так вот, я хочу, чтобы моим коллегам счастье сопутствовало по жизни. Я хочу сказать, у нас есть очень даже неплохая молодежь на сегодня. Может быть, их не так много, как хотелось бы, но мы стараемся сделать так, чтобы их было как можно больше. Но то, что есть, вселяет надежду. Родному университету мы должны быть, конечно, преданы, так же, как преданы наши студенты. И хочется видеть процветающим, жизнерадостным, активным во всех своих направлениях. Конечно, я с восхищением и благодарностью встречаю эту дату 100-летия. 100 – это такой потрясающий юбилей, самый, что ни на есть, наверное, красивый. И желаю многое благая лето тем преподавателям, которые работают в университете. И Царствие Небесное тем, с кем мы уже расстались, но они все равно в нашем сердце, в нашем сознании. Поэтому они живы. Они живы на самом деле. Для нас они живы. Да здравствует Иркутский университет! Мне хотелось поздравить всех, что за те 100 лет, которые прошел свой жизненный путь университет, были достигнуты хорошие результаты. И эти результаты должны быть продвинуты дальше, в следующие 100-летия. Чтобы в следующие 100-летия университет получил дальнейшее развитие и стал одним из центральных университетов не только России, но и мира.